Добро пожаловать на наши очередные посиделки «Правда жизни» в кафе «Правда». Меня зовут Дмитрий Колесов, с тобой коллегой Михаил Югин, мы журналисты «Авратович Хару». Сегодня наш гость – это Петр Налич, музыкальный коллеги Петра Налича, собственно, сам Налич и его музыканты Сергей Соколов, Казатин Швейцов и Дмитрий Иванов. Как уникального коллектива, да? Мы, в общем, у нас здесь не так много места, поэтому... Микрофон. Здравствуйте. Привет, оказывается, здравствуйте. Ну, ребята, когда летели в общих настроениях, летели в тяжело в настроениях. Каким? Каким? У вас удивительная аудитория, да? Считается, что это аудитория, не смотрящая телевизор. Вот это я не говорил никогда. Вот специально для вас. А, ну, если кто-то так решил, то это его мнение, я не знаю, потому что я сам иногда посмотрю телевизор. Вот. Аудитория у нас действительно прекрасная, и я этому очень рад. И горжусь тем, каких людей мы свераем вместе. А каких людей? Что это за люди? Что приходят на концерты? Ну, очень разные возрастные группы, и, то есть, совсем от маленьких детей, это пожелых людей, и форматичные люди. Если что-то вычленить такое общее, то, ну, это люди, которые нам симпатично получают. Это, причем, не какое-то там протестство. Мы так смотрим, наблюдаем, действительно так и есть. Но, смотрите, музыка, это же бизнес. Вы для кого пишете музыку? Как, 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 как? Не знаю. Музыка, это не бизнес, да. Это вот заработка, да? Музыка для нас это любимое занятие, которое по счастливому, так сказать, совпадению приносит нам приличные деньги. Для кого мы пишем музыку? Ну, изначально музыка сам в себе получается для себя, как ты это пишешь. А потом, конечно, хочется, чтобы она нравилась, ну, всем, всем, всем. Когда хочется распространить свое множество, такое желание, такое почти детское, когда тебе очень нравится, и хочется, чтобы с другим как можно больше попросить. Мне тоже то же самое понравилось, что мне уже нравится. Вот, это не желание что-то сделать заранее для того, чтобы понравилось. Как было стать популярным? Это был расчет? Это было очень легко. Расчет был только то, что надо сделать что-то хорошее, прикольное. Да, и мы, в общем-то, так и сделали. А то, что надо было связывать с интернетом, я не вижу ничего страшного, потому что мы по-прежнему продолжаем выкладывать нашу музыку в интернете, там постараемся ввести какую-то, ну, информацию, естественно, себе распространяем на наших ресурсах. Ну, то есть, как бы, хотя это достаточно сейчас уже треверно, сейчас, в общем, что я так делаю. Какие типки, да, стоите, где, которые вам неприятны, какие-то причины? А вы знаете, мы с ними заранее не знакомимся, поэтому мы, слава богу, избавлены от такого выбора тяжелого. Ну, выходит и видите, что зал вообще не ваш. Да я не особо не хожу, значит, стою, пою себя. И там обычно есть какая-то всегда, если это, ну, то есть обычные, ну, как бы, доменческие концерты наши, это личные, в общем, семейные праздники, либо свадьбы, либо дни рождения, где обычно заказчики нас любят, и поэтому они нас пригласили. И, конечно же, они и их друзья, хотя бы из-за вложения хозяевам, стоят, нас слушают. Вот. А если это именно как корпоратив, конечно, всегда есть какая-то тусовка, в которой мы хотим, туда нам есть, кто-то слушает, так что это нормальный такой рабочий процесс. Насколько музыкальный коллектив Петра Навича – это звезда корпоративов? Насколько корпоративов в год вообще? Больше, чем корпоративов? Я не думаю, что нас можно назвать звездой корпоратив, потому что... Но где-то концертов у нас больше. У нас, по-моему, на данный момент получается общественных концертов больше, чем корпоративов. Соответственно, мы совсем не звезды корпоративов. А вы по квартирам ездите? По квартирам? По квартирам, да. Можно доставить? В 80-е там есть или на Умику, предположим? Да, да. Вы знаете, мы недавно провели такой интересный опыт, первый в мировой истории, естественно, онлайн-концерт. То есть мы собрались в мастерскую моего папы, что очень похоже на квартиру. Вот, там мы сели все, значит, эти инструменты, и через один микрофон и камеру транслировали все это в прямом эфире на нашем сайте, с небольшим, с окошечком. Таким образом, мы провели такой, знаете, онлайн-квартирник. Вот, а так... Кто-то был пользователем, одновременно на странице на вашем сайте? Сейчас он. Пятьсот. Вот. Как на концерте? Нет, на концерте побольше, знаете ли. А сколько на концерте собираются? Смотри, какой. Ну, как... Ну, если... Наверное, наш рекорд — это 3500 человек в зеленом театре. А хуже всего у нас был маленький концерт в Австрии, где было, наверное, человек 15, которые совершенно случайно туда пришли, потому что рядом стоящий ночной клуб просто еще не открылся. Ну, это был достаточно... Ну, сам концерт, кстати, был достаточно хороший, всем очень понравился. Да. Откуда фамилия Налич взялась? Кто был дедушка один? Кто был дедушка второй? Потому что у меня... Да, мы были, естественно, замечательные предки. По отцовской стороне дедушка был из Боснии, его фамилия Налич. По материнской линии дедушка был с Украины, его фамилия Волченко. Он был дипломатом, а дедушка по отцу, он был певцом, а после войны был диктором и родным. Бабушка по материнской линии была инженер, а бабушка по папиной линии была филолог. Ну, вот в общих чертах так. А папа сейчас как реализовывается? Теектор, скульптор? Скульптор. И в Москве что-то можно увидеть? Да, вот одна из моих любимых скульптур стоит у театра «Горизонт» на Фрукзинской, можно посмотреть. Люди, которые намерены в шоу-бизнесе расти, они прибегают к помощи каких-то там программных дел и накликивают. Да, накликивают. Это очень некрасиво. Ну, например, да. Если мы сами накликивали себе 100 тысяч кликов в садах или полтора миллиона кликов, то все равно, соответственно, никого не стали известны. Просто из-за того факта, что у нас полтора миллиона кликов. Мыльный пузырь. Я забыл сказать. Мыльный пузырь. Наставить. Ну, и у вас было? Вход в музыку начался после исполнения Али Ленского, кажется, да, на какой-то вечеринке. Если говорить именно о занятиях вокалом, то да, толчок к этому было то, что моя знакомая, у него в гостях пел Али Ленского под ее компонентом, он сказал, что у меня хороший данный, надо заниматься, и с тех пор я занимаюсь. У нас стоит же речь именно о занятиях вокалом, потому что в школе, когда мы вместе познакомились, он еще не занимался вокалом и, тем не менее, очень много пел и имел выход в успех. Тоже. Ну, так что это было сороктярно. Да. Много петь. Я имел успех в школе. А как давно вы с тобой знакомы по коллективе с этим вокалом? Начнем слева. С Костей мы учились в втором студии вместе. С Сережей мы учились с 10-11 класса в школе. С Димой Ивановым мы учились в архитектурном институте. Первые три курса. Потом Дима ушел в Лавге, а я закончил архитектурный институт. На пятерку. В 80-е на концерт группу могло прийти 29 человек и 28 уходили. С него решили создавать собственные группы. У вас был такой пример, который возникал для себя, не для публики? Или нет? У меня такого не было. Я захотелось быть музыкантом, когда учительница по Домре пришла к нам в первом классе. Она набирала на себе класс. И вот она только играла. И мне просто хотелось бы сказать, что вы меня здесь любите. Если позовут Евровидение, например, поедете? Если меня, как говорится, станут уполномочия представлять ее на Евровидение, конечно же, я туда поеду. А надо читать формат проведения? Без разницы, какой там формат. Просто я считаю, что это явно международное состязание, где ты имеешь возможность, ну, грубо говоря, поддержать. И если, в общем, если так случится, конечно, я поеду. А формат действительно не имеет значения? Потому что, если бы вдруг нас пригласили, наши пригласили бы ради нашей музыки. Это и есть наш формат. Если он подходит куда-то, ну, значит, подходит. Не подходит, так не позовут. А если бы не пригласили, вы готовы ставим параллельца? Или вы же зайдете в соглашение? Не касаемо Евровидения, вообще, в принципе, меня интересна ситуация. Если нам приходит в голову какая-то мысль, которую мы сейчас будем принимать, что вот очень хочется сделать там, не знаю, концерт на крыше в Мавзолее, не знаю, в Крыму. И мы такие, слушай, да, это будет... То есть мы не будем ждать, но когда нас позовут туда, давайте попробуем сами заявку подать. И будем бороться. И будем бороться, да. Я сколько-нибудь слушал твоей музыки, на самом деле, признаюсь, немного. Вот когда я, приходя сюда, ожидал увидеть цыган с медведями. Да. Тоже с очами немного. Ну да-да-да, посадили пару песен. Вот, не увидел вопрос, почему. Я думаю, что она лучше ответит музыка, которую я не слышал. У нас есть розовые медведи, но мы далеко не всегда их с собой в войне. Ясно, в какие-то вопрос. Петр, пользуясь тем, что я стою достаточно далеко, хочу задать такой вопрос. А правда ли, что вы поете на одних связках? Да. Этот человек знает, что делал. Это гнусная ложь. Всё. Спасибо. Мы самолёты устали по этому-то реакции, на которую вы рассчитывали. Он сейчас на него подъел. Попробуйте запасу данного ситуации. На самом деле, это был не вопрос, а вопрос у меня такой. Вообще, на самом деле, вокал, подобный вашему на нашей поп-сцене, слушать удивительно, приятно и неожиданно. Приглашают ли вас кто-нибудь попеть приглашённым вокалистом? Ну, вы знаете, были случаи какие-то? Да, я однажды выступал с группой «Браво», у них в качестве приглашённого, не знаю, как называется, гостчеловеком. Они пели песню «Гитара», а я пел их песню «Король оранжевое лето». Вот такой был полтора года назад опыт.